Знаете, может я многого не понимаю в жизни, но я точно знаю, что чашка хорошего чая уж точно скрасит ваш день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я знаю, что многие смотрят мои видео утром, поэтому я желаю вам приятного дня. Если у вас утро и если у вас уже день, то я надеюсь, у вас день проходит хорошо. Если у вас вечер, то я надеюсь, у вас вечер походит просто замечательно. И если вы смотрите меня ночью, ложитесь спать. Меня можно посмотреть и утром. А так, надеюсь, вы уже налили себе что-нибудь, какой-нибудь чаёк, кофеёк или что-нибудь ещё. Я сегодня пью горячую воду. Я сегодня пью, потому что я забыл взять себе, получается, заварку. И поэтому я пью сегодня горячую воду. Но давайте притворимся, что это чай сегодня. И да, о чём я хочу с вами поговорить в сегодняшнем чайном часу, потому что каких-то тем для разговоров я особо для себя не выделил сегодня. Это вообще рандомное видео. И обычно я записываю какие-то темы или какие-то интересные вещи для разговора с вами в какую-то маленькую книжечку или на телефон. Ну а сегодня мне просто хочется поговорить о вещах, которые мне придут в голову прям буквально-таки сразу. И сейчас что-нибудь придёт. И вот мой аск в последнее время завалили вопросами про похудение, вопросами про тренировки, вопросами про питание и т.д. И сейчас я про это расскажу, потому что, если честно, я не хочу делать про это отдельное видео, потому что я не тот пример человека, который очень сильно прям этим всем не то что увлекается. Я не занимаюсь этим профессионально, поэтому я не могу говорить за каждого и за всех. Но, я не знаю, видно или вам не видно, но я схуднул 7 килограммов за последние 2 месяца. И нет, я скорее всего, вряд ли я пойду на кастинг модель агентства, потому что, если честно, моё тело ещё не пришло в ту форму, в которую оно должно прийти. Моё тело сейчас находится в тонусе как раз-таки. Нет, оно реально находится в тонусе, то есть я реально вижу, что я похудел, то есть вот именно в теле. Я не знаю, видно ли это в лице, как-то напишите мне внизу. Только напишите мне правду, похудел я или нет, потому что, если вы напишите это только для того, чтобы меня подбодрить, это нечестно. Потому что, мать вашу, я каждый день пробегаю 8 километров. Нет, я не пробегаю, я не бегаю теперь на дорожке, я взбираюсь на 8 километров вверх. 900 килокалорий за 40 минут. Вот так вот проходит моя тренировка именно в кардио. Мне кажется, многим стало это интересно, потому что лето скоро приближается, мы все хотим выглядеть круто в джинсах. Я сейчас когчаю себе задницу, потому что я хочу иметь задницу, это моя прерогатива, я хочу задницу. То есть, это моя личная потребность, я хочу себе задницу, не кардашьян, но я просто хочу себе задницу, которая будет хотя бы чуть-чуть оттопыриваться. Потому что, если вы видели меня сзади, это спина и задняя часть коленей. Вот колен, коленей, нет такого слова, но вы поняли, о чем я говорю. Сейчас я питаюсь от 4 до 6 раз в день, то есть у меня обязательно завтрак, я начал есть завтраки, кстати. Здесь именно вот 2 месяца назад начал есть завтрак, и теперь каждый день я хожу на завтрак. И, если честно, после завтрака я начинаю чувствовать себя лучше, потому что мозг у меня начинает работать быстрее, потому что организм просыпается, и он сразу начинает как-то обрабатывать пищу, что-то в этом духе. И я советую вам начинать завтракать, потому что это полезно, потому что я раньше в жизни вообще никогда не завтракал. Для меня начинать есть раньше 10 утра, это вообще была тотальная проблема, потому что я не мог ничего в себя запихнуть. Я даже чай откопил. Да, сейчас я завтракаю, сейчас я и обедаю, у меня какие-то с собой постоянно орешки есть, я перекусываю какими-то фруктами или чем-то еще, я постоянно ем бананы, я постоянно пью очень много воды. Я сейчас перестал пить вообще какие-либо напитки, кроме чая и воды, и, я не знаю, вроде все как-то становится лучше. Я сейчас нахожусь в процессе того, что моя кожа как-то начинает не то что преобразовываться, она начинает меняться под воздействием и погоды, и каких-то еще стрессовых моментов, потому что у меня на следующий день начнется сессия, и я просто в заднице. Вот так вот и получается, что у меня практически каждодневные тренировки. Иногда я просто не успеваю ходить в спортзал, потому что у меня сейчас очень много домашней работы, но если у меня есть возможность, я хожу в спортзал. Например, сегодня у меня будет тренировка сразу после пары, которая закончится у меня, по-моему, полдесятого. И я точно уверен, что я буду в зале уже без 15.10, и проведу там время до 11, я побегаю, и, скорее всего, я буду делать силовые тренировки, потому что мне тоже там написали, зачем тебе худеть, тебе нужно качаться, потому что... Почему? Вот у меня вот этот вопрос. Я не хочу быть качком. И еще я знаю, что если я начну качаться, у меня весь жир, который он есть, то есть у меня есть животик, я это признаю, победа просто сейчас была для меня в плане морального, все это, это просто начнет увеличиваться. То есть мышцы будут расти, но все это тоже будет увеличиваться, мне это не нужно. То есть я параллельно и качаю мышцы, чтобы тонус мышц оставался у меня хорошим, потому что мышцы у меня вроде как в адекватном состоянии, и поэтому я делаю себе кардио, которое целенаправленно идет на жирожигание, то есть у меня идет жигание жира, прям вообще, прям жи-жи-жи-жи-жи. И мне это нравится, я чувствую какой-то тонус, я чувствую не то, что себя лучше, у меня попали бы очень сильные мышцы, у меня попали бы очень сильно ноги иногда, особенно после 3,5-часового кардио. Вот, кстати, да, кто спрашивал у меня на выходных, это у меня получается день кардио всегда, это либо пятница, суббота, воскресенье, это у меня обычно 2 дня подряд, я занимаюсь кардио, и это обычно 3,5-часа, 4,5-часа, то есть это очень долго. И все это время я слушаю музыку, слушаю музыку, которая долбит меня очень сильно, то есть это, я слушаю кей-поп, я очень много кей-попа сейчас слушаю, Кьюна, Дайон, Эксо, БТС, о господи, просто шикардос. Так что вот, посмотрим, надеюсь, ближе к лету я как-то буду более-менее доволен собой, потому что меня многие спрашивают, зачем я худею, я худею не только ради того, чтобы там просто как-то протиснуться в модели бизнеса, я худею ради того, чтобы чувствовать себя лучше, я хочу видеть свое дело, и я хочу радоваться своему телу, то есть меня устраивает размеры моего тела, меня устраивает, как я выгляжу, я вполне себя люблю, то есть у меня все в порядке, но мне хочется выглядеть лучше. И это просто, я не считаю это чем-то плохим, это то же самое, как, знаете, как человек любит говорить, я люблю жить в роскоши, я люблю деньги, то есть я не вижу в этом ничего плохого, сейчас мы, может быть, об этом поговорим, я не знаю, я не считаю это каким-то плохим, я считаю, что человек любит комфорт, и я не считаю, что это плохо любить комфорт, я не считаю, что это плохо любить себя, но нужно любить себя больше, чтобы как-то работать уже над собой, потому что работать над собой, это очень важно. У меня на следующей неделе начнется сессия, и я не знаю, какой будет выход в видео, какой будет процесс выхода видео, потому что сейчас я выгружаю от 3 до 5-6 видео в неделю, то есть видео выходит практически каждый день. Иногда у меня это получается, иногда не получается, потому что я живу не один, у меня есть сосед, который иногда просто приходит и спит в то время, когда я хочу снять видео. С апеллиптички. Я не белоснежка. И в общем-то, я не знаю, посмотрим, потому что я сейчас опять почему-то, у меня вот распорядок дня, я засыпаю теперь, вот последние 2 недели я засыпаю в 3 часа ночи. Вот ровно в 3 часа ночи я отрубаюсь. До этого времени, как я не пытаюсь, я не могу уснуть просто. Я как-то пытаюсь это просто перевести вот эти часы назад, потому что, серьезно, я могу лечь в кровать в 10 часов вечера, но до 3 часов ночи я просто не могу уснуть. Даже если я после спортзала, даже если я очень сильно устал, я просто не могу уснуть. Возможно, это мой какой-то биоритм, мои биологические часы уже давно остановились, так что, да, посмотрим, какой будет выход видео во время моей сессии, если видео будет выходить чуточку реже, не переживайте, я постоянно в Перископе, я практически каждый день устраиваю вам трансляции, кроме выходных, потому что на выходных я серьезно отдыхаю, на выходных я не люблю ничего делать, я занимаюсь либо какими-то вещами, которые мне нравятся, либо я занимаюсь домашней работой, так что по выходным видео не выходят и Перископа тоже нет. Но я делаю Перископ практически каждый день, если вы еще не следите за моими какими-то социальными сетями, то, пожалуйста, сейчас перед вами выплывет список всех моих e-mail на всех соцсетях, Twitter это просто мое альтер-эго, потому что там я схожу с ума, Instagram, там я очень часто провожу какие-то опросы, спрашиваю вас про любимую музыку, про какие-то опросы, которые вы хотите видеть в моих видео, про что-то еще, поэтому там тоже очень интересно, Snapchat, можете не фолловить меня Snapchat, я там все равно ничего интересного, я захожу туда раз в месяц, используйте всякие дурацкие фильтры, потом мне становится скучно. И Перископ, так что если вы хотите трансляции, фолловьте меня в Перископе, Anthony L.A., я везде Anthony L.A., кроме ВКонтакте. В ВКонтакте я Антон Ульянов, если вы не знали, это мое настоящее имя. Мои какие-то последние видео, которые были лично по моему мнению и по вашему мнению такими откровенными, они были искренними, вы показывали мне очень большую поддержку в этих видео, вы показывали, что цените мои видео, спасибо огромное, я вас очень люблю, и, господи, это очень приятно, потому что я иногда, вот как блогер, я иногда не знаю, понравится вам видео или нет. Мне будет интересно, согласны ли вы или не согласны с моей точки зрения, потому что я обожаю, когда вы пишите огромные комментарии. Даже если вам кажется, что ваш комментарий просто огромный, я обожаю читать эти комментарии, потому что это целая история. Мне интересно дать мнение других людей по поводу той темы, которую я пытаюсь развить. Мне интересно дать, чему вы учитесь, какой опыт вы проходите, что вы делаете, как вы с чем-то боретесь, как вы с чем-то справляетесь. Мне это все реально очень интересно, даже если я не всем отвечаю, потому что иногда я, честно, я не знаю, что ответить, но я стараюсь всем отвечать. Я вижу каждый комментарий, я захожу и каждый день проверяю комментарии по несколько раз в день. Спасибо, что пишете мне свои комментарии, мне это действительно очень приятно. Спасибо, что пишете мне мой Ask.fm. Если у вас есть какая-то проблема, с которой вы хотите поделиться со мной И спросить у меня совета Я не профессиональный психолог, но у меня тоже есть свой личный опыт Проблемы в личной жизни, с родителями, в общении Напишите мне в АСКФМ, если вы не хотите Как-то это все В открытую делать Возможно, это кому-то тоже поможет АСКФМ я тоже здесь оставлю Все ссылки на музыку На все остальное есть внизу Можете просто открыть и посмотреть Кстати, да, если вы спрашиваете про музыку В моих видео, все обязательно есть в описании Я всегда музыку пишу в описании к видео Иногда, я думаю, стоит ее Как-то, не знаю, делать Вот посты ВКонтакте я делаю Именно связанные с видео, то есть новое видео вышло Бла-бла-бла-бла-бла, все ссылки Я думаю, вот именно под этим постом Делать, вот именно вставлять Песню из видео, я не знаю, может это проще будет Посмотрим Плюс, вы хотите больше влогов? Я не знаю, мне кажется, я сниму влог во время того, как у меня начнется сессия Будет, возможно, влог Я не знаю, посмотрим, если не будет на что снимать Потому что я снимаю все свои влоги на телефон Это очень странно, потому что у меня на телефоне уже реально нет памяти У меня видео записываются по 20 секунд Потом я просто переношу их на компьютер И потом снимаю дальше У меня реально нет памяти Я хочу очистить телефон, но у меня ничего не получается Поэтому насчет влога я посмотрю Подумаю, если у меня получится Я обязательно вам его сниму Потому что вам нравится вроде как в логизме последневной жизни И что ты, палец что-то сейчас делаешь Жесты, уровень Адель Просто вообще Пишите мне свои проблемы Пишите мне, если вы хотите совета Пишите мне, если вам что-то интересно Но, ребят, я обожаю отвечать вам на сообщения Но когда некоторые пишут Привет, как дела? Я не знаю, что отвечают на такие сообщения Серьезно, если я напишу Привет, хорошо Дальше Молчание Дальше идет ничего И ответ мне будет Ммм, классненько Если вы смотрите мой канал Просто хотя бы напишите Привет, я смотрю твой канал И если у вас есть какие-то вопросы Назовите сразу мне вопросы Потому что мне реально так легче на них отвечать И если между нами завершится диалог Я буду с радостью вам отвечать на какие-то вопросы На какие-то еще вещи Если вам что-то интересное обо мне Спросите просто Но не нужно обязательно привет, как дела Потому что это самое неловкое, что можно написать мне Я не знаю, как отвечать на это Потому что даже здесь в Америке Когда мне говорят Hi, how are you? Я просто Я не люблю отвечать на такие вопросы Серьезно Я не знаю Возможно, это что-то у меня в голове Какая-то шестеренка слована И возможно, это все темы Которые я хотел вам с вами сегодня обсудить И, наверное, я задам вам какой-нибудь вопрос Что вы мне написали внизу в комментариях Напишите мне, пожалуйста Что с вами случилось интересного за этот месяц? Что с вами Не знаю, приключилось? Нравятся ли вам какие-то мои разговорные видео? Нравятся ли вам большие влоги? Напишите мне во всем в комментариях Напишите свое мнение о моем канале О моем О моем канале Дикция Пять минут осталось Давай, просто выдержу это И да, на сегодня у меня все Надеюсь, вам понравилось это видео Если да, то я очень этому рад И не забудьте написать Я оставлю все комментарии Даже маленькие Но это все как равно комментарии С вами был я, Энтон Юллай Главное помните Всегда оставайтесь верным себе И удачи вам во всех ваших начинаниях Я вас очень-очень-очень сильно люблю И надеюсь Чашечка чая Скрасила Ваш Так скажем День, утро, вечер Или ночь Увидимся с вами совсем скоро На этом же самом месте Пока Субтитры сделал DimaTorzok